Человек подобен дроби. Числитель – то, что он есть, знаменатель – то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Лев Толстой. Встретили нас вообще в деревнях особенно. Новеньких не любят. Встретили нас так, знаете, с опаской. И долгое время, долгое время ставили палки в колеса, как говорится. Но за счет моего стального стержня мы выдержали. Нина Ивановна приехала в Лукско из Нарвеса в Тау волной вынужденных эстонских переселенцев в сентябре 92-го. Работу с жильем в городе было не найти, и она объезжала деревни. И вот каким-то чудом, не знаю каким, но я попала вот в этот угол, сюда. И директор совхоза, посмотрев мои документы, у меня был кончен этот самый политехнический строительный с отличием, он сказал, нам нужен такой работник. У дочери диплом зоотехника. Сын столер, этот самый, мебельщик. Муж много профессий имел, он работал на эстонской ГРЭС. Вот, у него, значит, по котлам специалист. И он сказал, мы даем вам жилье, и, значит, берем всех четверых. Нина Ивановна считает себя почти местной. Она родом из соседней Ленинградской области. Ее деревня стояла у устья Луги, которая в Лугских болотах, где-то за ее огородом, берет свое начало. А муж вообще с Архангельской области, с многодетной семьи, 11 человек детей. Он был первым ребенком. Ему досталось все. Он тянул семью. И когда он служил в армии в Петродворце, рядом с Питером, мы познакомились с ним на танцах у нас в деревне. Его послали от воинской части ловить рыбу на речку Луга, в усть-Лугу. Там, где сейчас порт. У нас деревня перед этим. Ну и первомайские праздники, мы там и познакомились. На танцах? Я его на спор пригласила на танец. Он поймал рыбку свою? Поймал рыбку, да. В сети попался. В сети попался. А вы прямо их расставляли? Нет, мы поспорили. Вошли два солдата. Он был очень красивый парень. Ну, вот, пожалуйста, ему здесь 65 лет, и он до сих пор сохранился. Красавчиком. Ну и... А я не любила красивых ребят. Я считала, что они все нехорошие ребята. Ага, вертихвостые. Да, да. Ну, я взяла и пригласила его на танец. Ну и все. С первого раза. Стрела Амура пронзила. О любимом муже в прошедшем времени она учится говорить 10-й месяц. Он теперь не с ней, но рядом. Церковь и погост по соседству с ее домом. Когда-то это казалось недостатком участка, а теперь это его преимущество. Я все везде ездила, оформляла сама. В Батецке. Там и до сих пор люди вот говорят, там очень дружелюбные люди. Очень. И когда я ездила, я же стала на учет в этот, по переселению населения. У меня есть билет вынужденного переселенца вот в это. Я могла остаться в городе. Давали общежитие. Но с теми товарами, этими вещами, которые я привезла, две машины, мне некуда было их сгрузить там. Я не хотела в городе жить. Я хотела в деревне. Я всю жизнь мечтала о своей земле. Всю жизнь мечтала построить дом с детства. Но этого в России нельзя было делать тогда, в советское время. Не давали разрешения на строительство. Земли не давали в собственность никакой. Вот. Ну и квартира есть квартира. Она вроде как это, не своя, государственная. А я мечтала, и вот когда мы сюда переехали, и нам дали землю, вы знаете, я до сих пор нисколько не жалею, что мы приехали в деревню. И как видите, вот то, что мы имеем, все своим трудом. И мы живем не хуже абсолютно, чем в городе. А я считаю, даже лучше. Даже лучше. У нас есть все здесь. И мы не платим за жилье. Кабальные такие цены. По ЖКХ. У меня есть водопровод, у меня есть канализация, у меня есть стиральная машина. У меня есть все, что имеют в городе. Это надо содержать. В квартире ты ни за что не отвечаешь. Это не усидишь на диване. У меня муж никогда не сидел. Он всю жизнь, вот, его нет дома. Он где-нибудь по лесам ползает, он где-нибудь что-нибудь делает. Он всегда был в работе, он был трудоголиком. Пилит, сверкать, чинит. Да, именно так. И построить такую махину 11 на 10 одному. Вы представляете, вот такие бревна. Он технически подходил к вопросу. Где-то веревками перекатывал, где-то чем-то, где-то блочки какие-то. Потому что у нас никого не было. И помощников не было, и денег не было для того, чтобы кого-то нанять. Стройкой Поповы занимались после основной работы. В начале 90-х ее в деревне хватало. Вот это пошла волна брать в аренду. Значит, мы взяли в аренду семейный подряд на свинарник. Ну, мы из свинарника сделали очень-очень хороший комплекс. Там никогда у них такого прироста не было. Мы полностью его переделали. Выстелили полы, заново перестелили. Сделали новые клетки. Вот муж у меня плотником был, дочка зоотехником. Я, значит, вроде как рабочим. Но на самом деле я главное действующее лицо была. Это такой ныб периода перестойки был. И мы подняли хозяйство это на небывалый уровень. У них прирост опороса по 100 с лишним этих поросят за один сезон вышло. Не знали куда. Продавали везде этих поросят. А поросы были такие, что вот у свиньи, например, 15 сосков. Родилось 18. Мне же жалко было, что эти три. А поросятки, если к своему соску подключились, они никого больше не пустят. И вот надо было этих трех выходить. Я, значит, пробила, чтобы газовую плиту мне поставили, и газовый баллон. И я варила из детского питания каши. И из соски выкормили бы этих малышей. Мы выжили перестройку за счет чего? За счет того, что директор совхоза заставил нам взять корову. Заставил? Да, заставил. И сено взял. Сказал, берите корову, у нас все должны быть. Быть при корове? Да. Это есть хлев, есть все. И вот за счет этой коровы мы выжили. Я видела корову только в 6 лет последний раз, когда при Хрущеве отняли у нас в хозяйстве коров. Тогда нельзя было? Нельзя было. И я думала, как же я буду доить? Ну, училась и доить, и все. И вот во время перестройки в совхозе по 3 года не давали зарплату. И мы выжили за счет того, что я из молока варила творог, сметану делала. И я два раза в неделю ездила в город, возила свою продукцию. Тогда еще никто этим не занимался. Все началось с моей подачи. И я не знала города совсем. Вышла на вокзал и пошла по Карла Маркса. И вот какие административные здания, вот дом, куда бомб, этот самолет-то упал. Вот это было мое первое предприятие. Тогда не было никаких этих проходов, сторожей и все. Я ходила по кабинетам и предлагала. Я набрала себе клиентов. Пошла дальше. Суды областные и вот эти прокуратуры, вот там, подальше. Это на второй день у меня были клиенты. И я вторник и четверг возила по спискам. Кому, какой кабинет, что. Вот так мы же выжили 10 лет. Деревня Лукска на десяток домов очень похожа на тысячи деревень, стоящих у дорог. Дороги эти ведут в города. В городах жизнь кипит. Здесь теперь едва теплится. Автолавка по новой дороге приезжает в Лукска два раза в месяц. Ближайшая от деревни аптека находится в областной столице. Не спили ни купить, ни укол нам не сделать. Ничего. Вот прописали уколы, я сама себе делала. К нам медсестра не придет. Хотя, по идее, по идее, сколько я себя помню, медсестры в любую деревню, и по телевизору показывают, в любую деревню она обязана прийти. На велосипеде, или пешком, или как ли. У меня вот муж лежал, сколько он лет болел. Инвалид первой группы. Ведь она ни разу не пришла нам, не спросила, как у вас состояние, как у вас давление, как что. Никогда. Вот этим мы обделены, и очень сильно. Удручает то, что в самый тяжелый момент, когда надеешься на скорую помощь, бывают такие казусы, что к нам она едет по хорошей дороге более четырех часов. Это обидно. И совсем недавно у нас такой был случай в нашей деревне. К нам человеку приехала скорая спустя четыре с половиной часа. Два раза мы звонили, говоря, что он еще жив, и два раза, когда он уже умер. Это было настолько обидно. Это было 6 января 2017 года. Скорая приехала почти в час ночи. Старство из соседних любуниц Татьяна Анатольевна Чеснокова хлопочет за все окрестные деревни. Это она добилась ремонта дороги. Она занимается восстановлением Лукской церкви. Она напоминает власти поселения. В деревне опять нет пожарного водоема. До начала сезона впалов остался месяц. Случись беда в этой деревне пожарного водоема нет. Выкопали нам водоем. Ну, сельсовета дали средства. Выкопали. Но при строительстве дороги перекопали нам подъезд к этому водоему. Сказали, у вас там где-то вот в комплексе есть. Но в комплекс при случае никто не пустит. Там стоит шлагбаум. Туда не пустят за водой. Где взять воды? А у нас каждую весну горят поля. Каждую весну. И каждую весну приезжает машина, отстаивает. Дома. Новый комплекс – это компания «Зеленые луга». Появилась в деревне прошлой осенью. Будет выращивать бычков, абердин ангусов. Первые сорок голов уже приехали из Острилова. И Нина Ивановна этому тоже рада. Вы знаете, вот у нас сейчас проблема становится со светом. После того, как подключили вот этот комплекс, у меня падает напряжение. Особенно тогда, когда там ведется работа. Напряжение падает. Эти приборы никакие не работают. Я просто боюсь, что в один прекрасный день все сгорит. А этот комплекс будет расширяться. Это замечательно, что они будут расширяться, расти, и там будут рабочие места. Но надо не забывать и о деревне. Если же у них нет подстанции, и на сегодняшний день они полностью сели на эту деревню, то надо решать, если вы укрупняетесь, делайте себе подстанцию. Пока не началась большая стройка в новом хозяйстве, можно спокойно заниматься привычными хлопотами. С марта у Нины Ивановны начинается битва за урожай. На подоконниках поднимаются крючки осады. В теплице под одеялом уже посеян уколы. У меня очень много работы. Но я хочу влягу, хочу встану, хочу пойду эту травину дерну. А если я плохо чувствую себя, я не пойду ее дергать. Меня никто шею не толкает. И я ни у кого не наведу. Но однако, вот в прошлом году были конкурсы, и я заняла первое место и по району, и по области. За красоту? Да. За подворье. Уже через месяц басовый сад Агаутов сведет и заблагоухает. Через два в деревню потянутся дачники. Приедет многочисленная родня на годовщину мужа. Места в ее доме хватит всем. Я удивляюсь, что люди все плачутся и жалуются. Просто они не видели худшей жизни. А нам все пришлось пережить. Я послевоенная. Жили мы очень бедно. Бедная семья была. Кроме щей и картошки с капустой, и огурцов мы не видели ничего. Поэтому и перестроечное время, и в советское время не так уж легко было жить без, так сказать, без подпитки. Все на своих плечах вынесло. Ничего. Жил. Это только закаляет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok